Военно-патриотический праздник «Открытое небо» в Иванове пройдет 10 августа. По традиции его проведут на аэродроме «Северный». Организаторы рассказывают в этом году, выставка военной техники будет еще более масштабной. Впервые мы в этом году привозим 8 единиц машин 1-й гвардейской танковой армии западного военного округа. Ну то есть в простонародье танки привозим. То есть и самоходные машины, то есть то, что наши люди не видели, то, что нет на вооружении в Ивановском гарнизоне, то есть это будут новые единицы техники, которые можно будет всем посмотреть. Свою экспозицию представит «Роскосмос». Будут работать интерактивные площадки. События дня – летная программа. Благодаря поддержке спонсоров и при хорошей погоде выступит пилотажная группа «Русь». Обширной в этот день будет и спортивная программа. В ней примут участие 25 федераций, 400 ведущих спортсменов. Планируется организовать 6 зон активности. Из игровых видов спорта будет представлен футбол, баскетбол, регби. Будут проходить открытые тренировки. Будет возможность, скажем так, в футбол попинать мяч с игроками текстильщиков. В баскетбол покидать мячик в кольцо с игроками баскетбольного клуба «Энергия». В общем-то, довольно интересно будет. Впервые праздник «Открытое небо» проявил в 2002 году. Если тогда собралось 50 тысяч зрителей, то теперь его посещает порядка 100 тысяч. Чтобы доставить такое количество людей, 10 августа будут курсировать 80 автобусов. От бульвара Кокуй, площади Победы, торговых центров «Ясень» и «Лента» уже до вокзала. Вот эти челноки, они будут идти по улице Носова, по Нормандии-Неман и на первое КПП. Значит, там высаживают и возвращаются. Плюс будет работать, мы не закрываем работу общественного транспорта, то есть общественный транспорт, который по маршруту ходит в этом направлении, он тоже будет задействован. Значит, выбрали оптимальное количество этих машин, потому что если предложение больше задействует, уже получаются у нас пробки. Организаторы предупреждают, личный транспорт лучше оставить дома, так быстрее. Проезд машин к месту проведения праздника будет осуществляться по улице Фрунзе через 3 КПП. Там организованы две автостоянки. Это порядка 4 тысяч машин у нас на территории Северного Адрома и 700 мест у нас на территории ремонтного завода авиационного. На выходе из стоянки тоже установлены рамки. Соответственно, они тоже проходят через эти рамки и тоже производится досмотр. То есть, выезжают они свободно. В этом плане, к досмотру будут повышенные требования с собой приносить. Понятно, что алкогольную продукцию и так далее нельзя. То есть, колючие, режущие какие-то моменты тоже, понятно, нельзя. То есть, все достаточно стандартные требования к проведению массовых мероприятий. Обеспечивать порядок на празднике будут более 300 сотрудников полиции и 60 представителей Росгвардии. Поддержание порядка задействуют и военнослужащих. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.